Всем-всем привет, с вами Клеопатра! Если вы еще не нашли свой постоянный клан, рекомендую обратить внимание на клан с очень интересным и вкусным названием Мед. Несмотря на то, что клан всего лишь пятого уровня, ребята показывают очень хорошие результаты в клановых войнах. Им требуются игроки, начиная от седьмого Тонхола со вторыми драконами, восьмерочки с драконами 3, либо же хогами 4 уровня, девяточки с героями 10-10 и прокачанным воздухом, либо же землей, то есть голем 4 уровня. Самое важное это, конечно, клановые войны, однако же и клановые игры также не остаются в стороне. Также у ребят имеется своя беседа в контакте, где можно, естественно, пообщаться и обсудить стратегии. Если вы активный, ответственный игрок и вы хотите найти себе постоянный дом, то вступайте, хэштег клана находится в описании к этому ролику. Ну что ж, осталось буквально несколько минут, мы нажимаем кнопочку перезапустить и видим, что обнова уже есть. Начинается загрузка материалов и отличный загрузочный экран, как обычно после каждого обновления уже перед нами. Очень красивая, очень красочная картинка, как вы видите, я сама захожу в игру первый раз, я еще сюда не заходила, поэтому будем изучать все вместе с вами. На меня, к сожалению, напали, поэтому давайте для начала приведем мою расстановку в божеский вид, чтобы она выглядела, ну, все-таки более-менее прилично, как-никак она в обзоре. И мы видим, что с правой стороны у нас появилось целых 11 новых уведомлений, по-моему, никогда так много не было. Ну что могу сказать, первое, что бросилось в глаза, что у нас на базе теперь зеленые лучницы. Да, это не только на ТХ-12, но и на более низких тоннхоллах. Лучницы теперь зеленого цвета. Ну, честно говоря, не знаю, как по мне, выглядело все довольно хорошо и до зеленого цвета, и лично мне нравится не особо. Что думаете вы? Пишите в комментариях, но в любом случае цвет лучниц нам обратно не вернут, так что придется как-то привыкать. Одно радует, что на моей девятке все-таки осталось флова, мне ничего, по сути, не нужно доапывать. Ну что ж, давайте посмотрим в целом, что у нас поменялось. Если мы зайдем сейчас к торговцу, увидим, что у него продается 5 колец теперь за 500 гемов. То есть, как и обещали, у нас цена поменялась, и теперь одно кольцо стоит 100 гемов. Ну, в принципе, неплохо, уже немного радует это дело. Ну, а теперь самое время открыть вкладку новостей и посмотреть, какие же обновления нас сами поджидает. Ну и самое первое, это, естественно, выход 12-го тоннхола. Это реально грандиозное обновление, тут действительно не поспоришь. Ну и все остальное, что написано ниже в новостях, это краткий перечень различных нововведений в игру. Если вы внимательно следили за моим каналом, то в последние две недели вы смогли узнать всю ту информацию, которая здесь написана вкратце. Однако же, если вы пропустили все предыдущие ролики, то давайте я в двух словах скажу о том, что нас с вами теперь ожидает. ТХ-12 будет необычной ратушей, поскольку у нее будет свое орудие под названием Гига Тесла. Данное орудие имеет 5 уровней прокачки, и на пятом уровне, после того, как ратуша будет уничтожена, получит урон все, что находится рядом. Также у нас появится мастерская, все-таки перевели как мастерская, а не осадный цех. Это здание, которое поможет вам создать осадные машины. Всего две штуки, таран и дирижабль. С помощью этих осадных машин вы сможете высаживать кланкасл немного иным способом. Также у нас появляется новый юнит в игре, это электродракон. Отличный юнит, очень красивый и, что самое главное, очень действенный. Кроме того, у нас появляются новые уровни зданий и войск. Практически каждый юнит попал под это обновление и улучшен. Улучшен в плане того, что у него появился новый уровень. Также есть хорошие изменения насчет цены войск. Многие войска стали немного дешевле, и это очень хорошо. Ну и, конечно же, изменения в самих характеристиках юнитов также произошли очень масштабные. Следующая отличная новость, это то, что добыча в звездном бонусе и награды за клановые войны увеличены. Это просто супер, потому что теперь выигрыш в клановой войне увеличен немножечко, хотя он и так был довольно большой. А награда за проигрыш вообще удвоена. То есть проигрывать КВ теперь не так обидно, как это было раньше. Следующее отличное улучшение, которое касается уже вообще в целом игры, это копирование планировок. Теперь вы можете не строить долго и нудно базу, расставляя каждую заборинку, а просто скопировать ее у вашего саклана. Это доступно начиная с четвертого домика строителя и с четвертого паунхола. Вы можете копировать базы на плюс один выше себя и минус один ниже себя. Также у нас произойдут различные изменения, связанные с настройками оповещений, что тоже очень здорово. Об этом поговорим немножечко попозже. Ну и как я сказала, отдельный список связан с игровым балансом изменения в самих юнитах. Добавилась новая возможность, о которой давно просили, это смена ника. Теперь можно менять никнейм за гемы. Менять можно никнейм до 20 раз, и каждая новая смена будет стоить на 500 гемов дороже, чем предыдущая. Появилась еще одна отличная возможность для ваших войск кланкасли. Когда вы уходите из игры, у вас находятся войска в КК, вы можете поставить кланкасл на сон. Соответственно, ваши войска останутся живы, и никто их трогать не будет. Точно так же, как и с героями было ранее. Ну и соответственно, есть различные другие мелкие изменения. К примеру, появятся новые задания в играх клана, связанные с новым юнитом, связанные с новыми осадными машинами. Я думаю, что по ходу игры вы обо всем этом узнаете гораздо подробнее. Ну и конечно, также стоит отметить, что аккаунты дисбалансеры станут действительно раритетными, поскольку теперь при переходе на новый тоунхол у вас появляется запрет, если у вас не выставлены все строения с текущего тэха. Соответственно, дисы теперь уже не будут появляться, у них просто не будет возможности перейти с не полностью поставленными строениями на предыдущем тоунхоле. Ну а теперь давайте взглянем на все это дело уже в самой игре. И начнем мы как раз с крепости клана, поскольку функция действительно очень полезная. Вы видите, что есть кнопочка защиты и есть кнопочка спать. Если мы сейчас приблизим, то увидим, что вот сейчас моя крепость спит, на ней такие же значочки, как над строителями, которые отдыхают. А если я снова нажму на кнопочку спать, то вот сейчас крепость защиты, соответственно, войска из нее будут оборонять мою деревню при атаке. Если мы откроем сейчас чат клана, то увидим, что у некоторых игроков появилась новая иконочка рядом с донатом войск и зелий. Это иконка как раз таки осадных машин. Осадные машины доступно донатить на 10-й, 11-й тоунхол, то есть с крепостью клана от 6-го и выше уровня. Однако донатить осадные машины могут только ТХ-12. Также, если вы заметили, то поменялся профиль в игре. И теперь наши игроки выглядят вот таким образом. Ратуша стала гораздо больше, раздвинули войска и героев в несколько рядов и появилось место для осадных машин. Если мы посмотрим сейчас на мой профиль, то он также имеет похожую структуру. Раздвинулись у нас иконочки с войсками, герои ушли вниз и, соответственно, тоунхол стал очень большим и наглядным. Что касается клана, здесь нет никаких изменений, все осталось точно так же. Теперь давайте перейдем в меню настроек и посмотрим, какие же изменения у нас теперь тут. Внешне все осталось точно так же, но если мы откроем меню дополнительные настройки, то увидим, что здесь очень много вкладочек. Давайте посмотрим сейчас настройки уведомлений. Такой вкладки ранее не было. И вы видите, что здесь есть разные варианты. Войско, щиты, защита, ресурсы, улучшения, игры кланов, войны кланов и события. Соответственно, вы можете выставить, какие уведомления вам нужны на устройство, а какие вообще не нужны. Ну, к примеру, вы сидите где-нибудь в бронзе и зачем вам каждый раз уведомление о том, что на вас кто-то напал, телефон будет просто разрываться. Поэтому вы можете спокойно его отключить. Либо же отключить вообще все, если вы не хотите никаких уведомлений. Теперь можно будет это регулировать и я считаю это жирным плюсом. Кто согласен, поставьте лайк, посмотрим сколько нас. Также давайте взглянем, как выглядит меню войско. Оно также немножечко поменялось и теперь появился слот для осадных машин, которые, кстати говоря, доступны только на 12-м Туунхоле, как я уже и сказала. А также у нас появилась иконочка нового дракона, к нему мы вернемся немножечко позднее. Но все остальное, в принципе, осталось точно таким же, как и было. Все остальные иконки особо не претерпели изменения, но, на мой взгляд, стали немножечко уже по надписям наверху. И, честно говоря, такой ощущения как будто не хватает после быстрой тренировки еще какого-то слота. Возможно, мы его скоро увидим. Ну что же, теперь давайте перейдем на 11-й Туунхол и посмотрим обновление во всей его красе. Этот аккаунт специально предназначен для перехода на 12-й Туунхол, поскольку меня очень часто спрашивали, буду ли я переводить аккаунт Дарт ТХ-11 на ТХ-12. Нет, Дарт останется на месте, а вот этот аккаунт как раз-таки перейдет на 12-й ТХ. И когда мы только заходим в игру, у нас большая красивая заставка с выходом 12-го Туунхола. Если мы нажмем на кнопочку «Подробнее», то попадем в официальный ролик от Clash of Clans, от Supercell. Я думаю, что ролик вы посмотрите сами, ну а давайте смотреть, что у нас конкретно в игре. Здесь абсолютно точно такие же новости, однако же разница в том, что здесь мы можем это улучшить, а вот на девятке, к сожалению, нет. И первое, на что стоит обратить внимание, это новые казармы 13-го уровня. Стоят они 4 миллиона, как и предполагалось, и, соответственно, исходя из их апа, мы сможем открыть того самого Электродракона. Очень классный юнит, занимает 30 мест, и да, 11-й ТХ быстрее апа эти Электродракона, ведь вы сможете донатить даже девяткам его в Клан Касл. И, соответственно, от этого их оборона станет, я думаю, в разы больше, поскольку Электродракон при своей смерти создает молнии, которые обрушиваются на все войска вокруг. Это очень крутая способность, которая есть у нового юнита. Кроме того, он сам внешне тоже очень красивый, и, если честно, мне он очень нравится. Следующее, что можно сделать сейчас на 11-м ТХ, это, конечно же, посмотреть, сколько у нас вылезает ресурсов. Ведь вы знаете, что сокровищницы, в принципе, на всех тоннхоллах увеличены, теперь туда влезает еще больше ресурсов. Это также отличный большой и жирный плюс. Едем дальше, конечно же, стоит нажать на тоннхолл и посмотреть, как выглядит Радуша 12. Стоит она 9,5 миллионов, и вы видите сейчас ее у себя на экране. Время улучшения 14 дней, и как раз-таки на 12-м тоннхолле мы сможем открыть мастерскую, с помощью которой мы сможем с вами сделать осадные машины. И я думаю, что сейчас вот уже все фуловые ТХ 11-е, конечно же, апаются, естественно, апаются и переходят на новый тоннхолл. Если мы откроем сейчас войско в магазине, то увидим ту самую мастерскую, которая и доступна с 12-го ТХ. Также с переходом на 12-й тоннхолл вы сможете улучшить свою крепость клана, улучшить до 8-го уровня, и помимо того, что она будет здоровее, так еще туда и влезает 40 мест. Это, конечно, очень круто, очень здорово, и я думаю, что этим также нужно заняться в первую очередь. Как и говорилось уже ранее, теперь доступна возможность смены ника. Вот на этом аккаунте ник уже менялся однажды, и, как вы знаете, до обновления поменять второй раз ник нельзя было, если только он не содержит какие-либо личные данные, либо же оскорбления. Что касается теперь смены ника, вы сможете поменять первый раз ник за 500 гемасиков, второй раз за 1000, третий раз за 1500 и так далее, доходя до 10 тысяч. То есть получается, что ник вы сможете сменить 20 раз. Я думаю, что этого точно хватит в высшей крыше. Ну что ж, а теперь еще одна полезная функция. Я думаю, вы заметили, какая у меня ужасная, отвратительная база на этом аккаунте. Почему у меня весь деф стоит где-то в углу, и вообще, ну что это такое? Ну, ради видео можно было бы сделать хорошую, красивую расстановку. Однако же все не просто так. Вы видите, что у меня есть один свободный слот. И теперь, если мы зайдем в мой клан, нажмем на нагибатора. Андрей, прости, конечно, пожалуйста, за это, но я думаю, что ты все-таки не будешь меня очень сильно ругать. Однако же вы видите, что зайдя к нему на базу, появилась кнопочка копировать планировку. Давайте попробуем сейчас на нее нажать. И да, несмотря на то, что у Андрея сейчас уже 12 тонн холла, возможно скопировать базы на плюс одну ратушу выше, либо на плюс одну ниже. Я нажала на кнопочку копировать расстановку, и сейчас поместила ее в свободный слот. Вуаля, у меня уже готовая расстановка. Мне ничего строить не нужно. Мне нужно просто добавить какие-то лишние здания, либо же те, которые не влезли из-за моих каких-то елочек, либо же других растений, которые есть на базе. Такое также возможно, но согласитесь, добавить три строения в нужные места, это не так долго, как строить целую расстановку. Таким образом, теперь вы можете копировать различные базы у своих сокланов. Это очень крутая фишка. И именно поэтому я специально не строила базу для этого обзора, потому что теперь она у меня уже есть. Это был первый поверхностный взгляд на обновление, и честно говоря, видя то, что сейчас нас есть в игре, я более чем довольна. Это очень хорошее обновление, мне кажется, одно из самых лучших за последнее время. Однако же на закуску я хотела бы оставить некоторые интересные сведения, которые уже успели собрать мои подписчики. К примеру, Максим Гильберт прислал вот такой интересный скриншот, где видна руна эликсира. То есть на текущий момент мы уже можем приобрести различные руны у торговца, что ранее, кстати говоря, было недоступно. Я думаю, что этим можно пользоваться, несмотря на то, что цена, конечно, большая, но все-таки эффект от руны очень хороший. Следующий скрин от моего подписчика Никиты Сафронова, и я думаю, что многие сейчас возник вопрос о том, что смена никает, конечно, хорошо, но как теперь понять, кто из соклановцев есть кто, если сейчас полклана поменяет ник? Но на самом деле, вот хорошая фишка, пишут сейчас в чате клана, что название изменено на и написано какое. То есть вы не запутаетесь в своих сокланах. Ну и, наконец, также один из самых популярных сейчас скриншотов, после обновления на многих устройствах невозможно зайти в игру. Такой баг не у кого-то одного, это массово, сейчас очень много сообщений приходит в нашу группу с вопросом, что делать, но на самом деле это стандартная ситуация после каждого обновления, не переживайте, его обязательно пофиксят. Более того, после каждого крупного обновления возникают различные баги, не только такие, поэтому через несколько дней, как правило, разработчики выпускают еще одну версию игры, которую можно, опять-таки, скачать из плеймаркета, скачать из апстора и, естественно, обновиться. Так что не переживайте, если вы сейчас не можете зайти в игру, попробуйте переустановить ее, попробуйте очистить кэш, стереть данные, но если даже это не помогает, просто дождитесь новой версии с обновлением, где этот баг будет пофиксен. Еще один распространенный вопрос, который также поступает к нам в группу ВКонтакте, почему не могу зайти в игру, если у меня устройство от фирмы Apple. Как уже было сказано ранее, в официальном блоге от Supercell заканчивается поддержка устройства Soyuz в версии 8 и ниже, поэтому изначально проверьте свою версию, возможно, как раз-таки причина кроется именно в этом. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить тестирование ТХ-12, и, конечно, хороших вам воин. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok